Наше дело. Наше дело. Наше дело. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Наше дело». Это программа о самом главном, о том, что волнует любого из нас. Это то, о чем каждый может сказать. Это наше дело. Гости программы я представлю чуть позже, а пока что в нашем традиционном дайджесте вас ожидает рассказ о самых значимых событиях минувшей недели. Итак. В регионе с рабочим визитом побывал заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Николай Овсиенко. Он посетил приграничные районы области, а также крупнейшие передовые предприятия. Мы вот сегодня еще посетили замечательный город Стародуб. Для меня неизвестный доселе. Известный только по названию. Но Александр Васильевич настоял на том, что нужно посмотреть не только саму государственную границу, но и то, как люди живут и работают в ближайшем приграничии. Вот вы знаете, я хочу воспользоваться тем, что мы стоим возле карты. Я уже понял сегодня, что Стародуб – это столица Российской Федерации. Но судя по тому кружку, как он нарисован здесь, он все-таки покруче Москвы и всех остальных городов. И на самом деле это очень здорово. Я хочу сказать, что это мировой тренд, это абсолютно четкая установка всех производителей. Это образец того, как высокотехнологичное, современнейшее предприятие функционирует с огромным количеством связей, как мы видим, и кооперационных связей, и поставщиков, и так далее. И оно функционирует, как теперь оказалось, в приграничии. Сыродельный завод в Стародубе – крупнейшее перерабатывающее предприятие Брянской области. Здесь производится 5% всех российских сыров. В чем секрет успеха предприятия в современных экономических условиях, заместителю полпреда президента Николаю Овсиенко рассказал и директор завода. Для высоких гостей Александра Макраусова провела экскурсию по оснащенным современными технологиями цехам завода. Стародубские сыры прочно завоевали российский рынок, полюбились покупателю. И даже в случае снятия санкций, интерес к такой продукции уже не снизится. Вы помните слова президента нашего, который сказал, что санкции, может быть, и будут когда-то отменены, но мы свои принятые контрмеры не будем спешить отменять, это точно. Потому что это дало возможность нашим сельхозпроизводителям, пищевой промышленности, которая завязана на сельхозьясственное производство, вздохнуть просто, просто вздохнуть. И мы видим, что, в частности, в Стародубе это время не потеряно. Это время, я тоже подслушал, вот Александра Васильевна сказала, она запретила на своем предприятии произносить слово «кризис», даже тогда, когда это было реально. Так вот, я думаю, что это правильно. Это настрой коллектива, настрой руководителя на то, что кризиса не бывает. Помните у классика «Разруха»? Она в головах. Данное предприятие – это наш успех, и это успех будущего развития нашей молочной отрасли на территории Брянской области. Потому что сегодня одно предприятие перерабатывает молока в полтора раза больше, чем Брянская область производит. Заместитель полномочного представителя президента посетил одно из самых крупнейших российских предприятий – Брянский машиностроительный завод. И увидел весь цикл производства – от куска металла до готового тепловоза. На Брянском машиностроительном заводе Николай Овсиенко впервые. И техника, и слаженность работы коллектива не оставили его равнодушным. Делегация посетила цеха, где, помимо прочего, производятся одно- и трехсекционные модели тепловозов. Особенно Овсиенко отметил самих работников, мастеров своего дела. В основном это операторы высокоточных компьютеризированных станков. Особо поразил гость заводской супермаркет. Так между собой работники БМЗ называют тележечный цех. Я теперь понимаю, что это то место, где находятся все комплектующие, причем они находятся в том порядке, который удобен для людей, которые с ними работают. С этих мелочей начинается культура производства. Вроде все просто, но супермаркет придумали самый рабочий. Не конструктор, а тот человек, который работает. Тот человек, которому он знает, как ему лучше, где взять деталь, как она должна лежать. Визит заместителя Полпреда носила знакомительный характер. И тем не менее, интересовала, будет ли какая-то поддержка завода после посещения. Может быть, даже новые заказы. Мы будем использовать все возможности, которые есть у руководства Центрального федерального. Будем очень поддерживать, правильно приклеивать. А что касается широкого круга общения, который есть у любого руководителя, включая у меня тоже, мы будем считать, что я буду ходячий рекламный производитель. Глава Брянского региона Александр Богомас отметил возрастающие мощности завода. Этот цех в прошлом году выпустил 104 тепловоза, а может выпускать и до 150. Заместитель Полпреда отметил добросовестную работу людей, несмотря на любые сложности, и своевременное выполнение гособоронзаказа. Новые Юрковичи. Этот пункт пропуска расположен в знаковом месте Брянской области. Здесь в одну точку сходятся дороги трех государств. Россия, Белоруссия и Украина. Именно поэтому автомобильный пункт пропуска является одним из самых значимых и стратегически важных подобных объектов не только для региона, но и для всей Российской Федерации. Не случайно здесь обсудили вопрос о безопасности государственной границы. Члены пограничной комиссии, которую возглавили заместитель Полпреда президента РФ Николай Овсиенко и губернатор Брянской области Александр Богомас, увидели процедуру пропуска лиц, транспорта, товаров и грузов. Современные технические средства пограничного контроля и охраны государственной границы, оборудование для проверки подлинности документов, осмотра грузов – все это членам комиссии продемонстрировали на выставке в пункте пропуска. Заместитель Полпреда президента поделился с журналистами некоторыми наблюдениями об организации работы этого объекта. Такие пункты пропуска – это лицо Российской Федерации. И если подобные пункты будут оборудованы во всех точках пересечения границы, я считаю, что это будет очень серьезным вкладом в повышение в том числе и безопасности, и международного престижа нашей страны. На очередном заседании Комитета по промышленности областной думы депутаты обсудили защиту прав участников долевого строительства, реализацию закона в сфере использования лесных ресурсов и организацию транспортного обслуживания населения. Первым в повестке заседания значился вопрос, который остро стоит не только в нашем регионе. Как защитить граждан от недобросовестных застройщиков? На рассмотрение Комитета был вынесен законопроект о дополнительных мерах по защите прав участников долевого строительства. Оживленную дискуссию вызвал и вопрос о реализации на территории области законов в сфере лесных отношений. В первую очередь парламентариев интересовала, как осуществляется контроль за пунктами приема и отгрузки древесины. А таких пунктов на данный момент в области официально зарегистрировано 178. Помимо этого, на одном из ближайших заседаний депутаты ознакомятся с планом вырубки, осуществляемой на территории региона. В рамках заседания парламентарии также обсудили поправки в закон об организации транспортного обслуживания населения. Единогласно проголосовали за учреждение почетного звания заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. В селе Степок Стародубского района прошло освящение храма во имя преподобного Андрея Критского. Прежний храм был тут построен лет 120 назад. Старожилы помнят и его, и как разрушали за два года до Великой Отечественной. Камни стоят, чистые камни, а мы камнем молились. На руинах молились до решения Георгия Лобуса восстановить храм во имя преподобного мученика Андрея Критского. Полтора года шла работа. Внутри храм расписывали мастера из Волгодонска, чьи насвящение совершил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Затем он провел божественную литургию. Для Александра Богомаза это не просто родные места. В Стародубском районе несколько храмов, которые восстановил он с семьей. С детства приезжая по дороге в Стародуб, я все думал, что находится в конце клаточки. Какая-то часовенька. А ведь на самом деле это такой прекрасный, красивый и теплый храм, который в протяжении многих времени являлся основой уверенности, силы наших предков. Звучали слова благодарности Георгию Лобусу. Подарк ему подготовили под стать. Роспись на бересте брянского художника Александра Хомрачева. Сотни брянцев присоединились к всероссийской акции ЕГЭ для родителей. Пробный экзамен написали мамы и папы, выпускников каждого из 33 муниципалитетов области. Детям на экзамен обычно выделяют 3,5 часа, а родителям достаточно 40 минут. Их цель – не знание проверить, а понять суть происходящего во время ЕГЭ, получить бесценный опыт и потом грамотно поддержать любимого отпрыска перед экзаменом. Будет возможность ребенку подсказать, как вести себя в ситуации в этой стрессовой, как успокоиться, применить весь свой багаж знаний на экзамене и показать хороший результат. Новшество этого года – печать контрольных материалов прямо в кабинете. Видеонаблюдение, охрана и дежурный медик – часть классического сценария. Покинуть экзаменационный класс можно, но в сопровождении организатора. А вот ждать результата сутки напролет не нужно. Подсчет баллов – дело нескольких часов. Кстати, все прелести процедуры апелляции участники акции тоже могут испытать на себе. Организаторы акции готовы рассмотреть заявление о несогласии с полученной оценкой и дать на них полный и развернутый ответ. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях человек, которого называют министр финансов нашего региона. Человек, который ведает распределением финансовых потоков, бюджетных потоков у нас в Брянске и в нашей области. Галина Петушкова пришла к нам в студию. Галина Васильевна, здравствуйте, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Галина Васильевна, наш губернатор неоднократно говорит о том, что у нас сейчас в наше время существует новый подход. Новый подход к сельскому хозяйству, к промышленности, к строительству, к строительству дорог и так далее. Существует ли таковой, я имею ввиду, новый подход и к финансовой политике? Да, действительно существует новый подход к распределению денежных средств. Во-первых, в 2016 году у нас был принят новый закон о межбюджетных отношениях. Он учитывает требования Министерства финансов к методикам распределения средств между муниципальными образованиями. Законом предусмотрено стимулирование результатов социально-экономического развития наших территорий по 25 показателям, на что предусмотрены денежные средства в бюджете. Кроме того, в рамках межбюджетных отношений все средства финансовой помощи как городам, так и районам перечисляются в размере 1,12 годового плана. Вот тут я хотел бы уточнить, Галина Васильевна, то есть, если раньше средства выделялись полностью на год, то сейчас на каждый месяц, правильно я понял, да? Да, правильно. Это, ну, своего рода такая финансовая дисциплина, потому что, ну, это заслон на пути к разбазариванию денег. И это, своего рода, должно исключить задержки в заработной плате, правильно? Да. Или там в коммунальных платежах. Это действительно так, вот, благодаря вот этому подходу по финансированию 1,12 годового плана позволило повысить финансовую дисциплину и ответственность за результаты работы на местах. И еще, как бы, новшество у нас 2016 года. Денежные средства, которыми мы перечисляем муниципальное образование на содержание детских садов и школ, мы их перечисляем не так, как по расчетам, а по факту потребления. То есть, не в полном объеме, а факт потребления по денежным средствам. Ну, то есть, делается заявка. Да. Вы ее изучаете. Да. На какое-то конкретное мероприятие. Вот так вот именно, да? Мне бы хотелось узнать, как вы оцениваете прошедший год, 2016, в плане исполнения бюджета? Ну, вы знаете, как финансист, конечно, я оцениваю это положительно, но об этом свидетельствуют и показатели работы в целом за год по исполнению бюджета. В целом, консолидированный бюджет области у нас дополнительно поступило 4,7 миллиарда рублей. По областному бюджету поступило 4,3 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря стабилизации и развитию экономики района. Рост промышленного производства по итогам 2016 года у нас составил 107,8 процента, а индекс производства продукции сельского хозяйства 108,5 процента. В целом, за счет экономического роста у нас на территории области собрано 56 миллиардов рублей, из которых 25 миллиардов перечислено в федеральный бюджет и 31 миллиард он остался на территории Брянской области. Хорошо. Вопрос, который частенько, Галина Васильевна, муссируется и обсуждается, это, естественно, вопрос государственного долга. Мы все прекрасно помним тот год, 2014, когда пришел новый губернатор Александр Васильевич Богомас, и с каким долгом он принял наш регион. Как обстоят дела именно с этим долгом сегодня? За счет чего происходит экономия на процентах? И куда, хотелось бы узнать, идут эти сэкономленные деньги? Значит, губернаторам перед департаментом финансов поставлена задача о снижении государственного долга и снижении расходов на его обслуживание. По итогам 2016 года госдолг в целом уменьшен на 547 миллионов рублей. По плану на 1 января 2017 года государственный долг должен у нас составлять 13 миллиардов 356 миллионов рублей. Фактически, с учетом досрочного оглашения, он у нас составил 12 миллиардов 988 миллионов рублей. Я вот вас перебью. Галина Васильевна, вот вы называете цифры, так жонглируете ими, вам привычно этот язык. А тем не менее, цифры вроде бы впечатляют. Так вот, если просто так вот на вскидку сравнить наш долг с долгами, которые есть у наших соседей или в других городах, он сильно отличается, разница, ну как-то так, больше или меньше, настолько ли страшен этот долг? Я вам хочу... Нет, долг для Брянской области, он не критичный. Что касается других субъектов, то долг в других субъектах, он составляет во много раз больше, в отдельных субъектах даже превышает 10 раз. Наш, да? Да, конечно, наш долг, да. То есть сам государственный долг, он может быть в пределах собственных доходов. А есть субъекты, когда государственный долг превышает даже собственные доходы. Это уже критично. Это, конечно, это уже критично. Так куда, я прервал вас, куда идут сэкономленные средства? Значит, во-первых, как мы сэкономили денежные средства, да. Значит, в течение 2016 года нами было привлечено из федерального бюджета 4,2 миллиарда рублей бюджетных кредитов под 0,1 ставку. Значит, за счет этого нам удалось изменить и саму структуру государственного долга. То есть мы за счет этого его уменьшили в два раза, то есть мы уменьшили банковские кредиты в два раза. И на этом мы сэкономили 319 миллионов рублей. Которые пошли? Которые пошли на социальные значимые выплаты и, конечно, на наказание помощи муниципальным районам. Ну, коли вы затронули вопрос социальный, то уместен будет следующий вопрос. Какие именно изменения в социальной политике нас ожидают в нынешнем 2017 году? Ну, если говорить о социальной политике, то в целом бюджет социальной направленности. Губернаторам при формировании бюджета было принято решение об индексации социальных выплат гражданам на 4,9%, на что бюджет области тратит 4,3 миллиарда рублей. Надо отметить, что не все субъекты идут на такую меру по индексации социальных выплат. В полном объеме мы предусмотрели средства на реализацию указов президента. Предусмотрены денежные средства на лекарственное обеспечение. Впервые предусмотрены средства на приобретение машин скорой помощи. Также выделены средства на приобретение жилья для детей-сирот. И впервые, надо сказать, предусмотрена, пусть она и не очень-то большая сумма денежных средств в объеме 20 миллионов рублей, на касание высокотехнологической медицинской помощи и приобретения учебников для наших школ. Слышал я, что и спортсменам. Да, губернаторам принято решение. И по гранту что-то. Да, губернаторам принято решение на поощрение спортсменов, которые достигли лучших результатов и в зависимости по видам спорта. Галина Васильевна, участвуем ли мы в проекте создания новых мест в школах? Что на этом поприще удалось уже сделать и что предстоит? Да, в 2016 году мы одни из первых субъектов в России, которые получили средства из федерального бюджета на строительство школ. Значит, было выделено 420 миллионов рублей в цену с областного и с федерального бюджета. Надо сказать, 301 миллион – это средства федерального бюджета. Что было сделано? За счет этих средств была построена пристройка к школе в Клетне на 500 мест. Также был построен новый корпус лицея 27 в городе Бранске на 600 мест. И, кроме того, был проведен капитальный ремонт уже в действующих школах на 3364 места. Итак, в целом мы в 2016 году в планах реализации проекта создания новых мест в школы создано 4464 места. По 2017 году на сегодняшний день уже принято решение, с полным объемом предусмотрены средства в областном бюджете и выделено из федерального бюджета 593 миллиона рублей. За счет этих средств будет построено 3 школы. Значит, в районах Брянском районе 2 школы, одна в Сарадовском районе. В целом это будет построено на 1160 мест. И, кроме того, планируется проведение капитального ремонта на 1340 мест. И надо отметить, что в 2016 году уровень софинансирования был 70 на 30, то есть федеральный бюджет предоставлял 70% субсидий, а областной бюджет 30%. В 2017 году 90% федеральный бюджет и 10%... Но это существенное изменение, я бы сказал. Да, существенное изменение. Галина Васильевна, в заключение нашей небольшой беседы мне бы хотелось узнать, с каким чувством вы смотрите в будущее, есть ли, присутствует ли оптимизм? Я вижу по вас, что оптимизм присутствует, но на чем он зиждется, на чем он основан? Конечно, оптимизм должен присутствовать, потому что, ну, по-другому, наверное, неинтересно жить и работать. Оптимизм заключается, как у финансиста, еще в том, что все-таки у нас работает промышленность, темпы роста промышленности, как я выше отмечала. Развитие высокими темпами идет сельское хозяйство. И надо, самое главное, что не только промышленности, сельского хозяйства и все остальные отрасли, они развиваются. И самое главное, кажется, с моей точки зрения, что мы работаем единой командой, решаем общие задачи в целом для жителей Брянской области. То есть правительство Брянской области все направлено на то, чтобы жителям Брянской области становилось каждым днем жить как можно лучше. Спасибо. Я напомню вам, дорогие друзья, у нас в гостях была заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. Спасибо вам, Галина Васильевна, за содержательную беседу. Это была программа «Наше дело», посмотреть которую вы можете на нашем сайте по адресу губерния.тв, либо в течение выходных дней. Всего вам самого доброго. До свидания. Берегите себя. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин